здравствуйте уважаемые зрители в эфире передача версии с вами мы ее авторы сергей лазовский и данил богатырев а в гостях у нас сегодня дмитрий джангиров политический эксперт здравствуйте дмитрий добрый день добрый день ну что ж первая тема которую хотелось бы сегодня обсудить протесты и последующие события в казахстане вот уже неделю они разворачиваются собственно сегодня президент казахстана косым же марта каев заявил о том что с 13 числа января разумеется может начаться вывод войск о дкб из казахстана то есть их миссия подходит к завершению анонсирован целый ряд политических реформ экономических реформ то есть определенные выводы власти казахстана делают из произошедшей ситуации мне хотелось бы задать вот какой вопрос многие наши коллеги выдвигают совершенно разные версии о том что же стало основной причиной событий в казахстане кто-то говорит о экономических проблемах кто-то говорит о клановых межклановых противоречиях кто-то говорит о роли турецких британских американских и каких бы то ни было еще сетей влияния вот по моему не знаю может вы со мной не согласитесь имело место все вышеперечисленное и сразу и если и если можно в оценке этого по возможности сразу проводить параллели с украиной я особо параллели честно говоря не вижу отсутствие параллели это тоже ответ значит смотрите в принципе ну с такими социологами которые занимались вопросами ну скажем так благосостояния людей соотношения протестных настроений и состоянии домохозяйств вы знаете что еще лет шестьдесят назад это очень старая история был выведен ну скажем так гипотеза теория о том что вот наиболее жесткие такие выступления жесткие протестные нас настроения они возникают в тот момент когда после медленного верного роста и такого уже привычного роста благосостояния наступает спад и в этот момент проявляются все социальные несправедливости я понимаю что это не грамотно так сказать с точки зрения русского языка но тем не менее вот это находится во множественном числе социальные несправедливости включая расслоение так сказать население и огромный разрыв между богатыми и бедными очевидность того что для богатых и тех кто находится у власти кризис не только протекает мягче но и вообще они зарабатывают на кризисе они становятся богаче не только относительно своих сограждан но и в абсолютном измерении проявляется именно в этот момент эффект бедности работающих так называемый им но ряд еще других факторов обостряются социальные болезни психозы и прочее 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 и вот это все вместе дает питательную среду то как то что сказал бы как бы ленин революционная ситуация но революционная ситуация к ней конечно же еще нужны ну ленин говорил про партию но вот эти центре кристалла образование чтобы где-то это вся бурлящая на кухнях на базарах если мы возьмем восток среда где-то смогла найти свои вот такие центры и тогда она может рвануть поэлл с точки зрения вот этого социального гумуса так сказать социальной почвы под выступления она была она создавалась долго там с одной стороны медленным вот этим ростом благосостояния населения в большом отрыве от быстрого роста компрадорского олигархата я думаю именно этот термин правилен в отношении казахских миллиардеров ну и вот этой группы связанных с властью с семьей назарбаева с родом или кланом назарбаева ну и рядом других кланов которые поделили между собой экономику и финансовые потоки и вот этот ковидный спад наступил то есть вот в рамках которого все обострилось конечно как-то узнать она прибывая во франции трудно не сослаться на монтене который говорил о том что народ готов очень серьезные я чуть не дословно но очень серьезные выдерживать тяготы если видит что и власть имущие тоже разделяют эти тяготы но как мы видим власть имущие не тоже не разделяют а вот хорошее украинское слово хизуются своим богатством своим там умением как бы жить эффект золотой молодежи и прочее 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 куча скандалов которые возникает время от времени золотой казахской молодежью за пределами казахстана это все конечно же создало благоприятную почву что стало центрами вот этого кристаллообразование которое и привело уже к реальным выступлению ну судя по высокой степени организации в алматы и еще в двух-трех городах конечно были профессионалы и люди которые умеют работать с толпой умеют организовать людей второй момент были люди идейные ну считается что это там часть бородачи были но это уже знаете это уже казахские расклады но вот в чем важный вопрос куда бы мы не вели корни вот этих людей которые стали организаторами но мы прекрасно поднимаем без крышевания спецслужб комитета национальной безопасности отдельных его подразделений и это невозможно казахстан страна контроля достаточно серьезного контроля это не знать что всех куда-то хватают ну примерно власть знает но смысле спецслужбы знают кто чем занимаются кто в каком лагере тренировочном в предгорьях каких гор конкретно находится и в общем то сколько кого и каких взглядов но кстати вот вашим словам уже сами власти казахстана по большому счету предоставляют такие косвенные подтверждения мы знаем что был снят с должности глава комитета нацбезопасности массимов который сейчас обвиняется в гос измене был снят с должности его заместитель племянник нурсултана назарбаева то есть судя по всему именно эти люди вот данную деятельность как-то покрывали или как минимум не препятствовали ей смотрите ну достаточно авторитетный человек хотя ну тоже надо все это восток надо делить на 2 на 4 феликс кулов киргизский деятель представитель севера киргизского генерал он утверждает что например одним из вот таких центров стали рынки которые в которой вот сторону киргизии рынок на вы из алматы где очень много киргизов а есть и узбеки и таджики все это по его утверждению крышевалась племянниками назарбаева и в общем то оттуда набирались людей хотя он в своих так сказать ну рассуждениях он считает что стали использовать вот ну этих подконтрольных людей и радикалов по принципу клин выбивать клином то есть что когда появились числа митингующих радикалы ну решили против них других радикалов двинуть чтобы дискредитировать мы сейчас это все уже углубляться в темы но давайте вот зафиксируем факт без ведома спецслужб отдельных подразделений ну невозможно никакое организованное тем более вооруженное движение в во всяком случае в казахстане это второе по мнению кулова ну формально не снимали с должностей а племянников назарбаева он утверждает что они оставлены на должностях в по договоренностям разрулить ситуацию до конца то есть но своих подконтрольных вернуть стоило и как бы это один из вариантов компромисса между елбасы и действующим президентом такая версия версия интересная но есть несколько смущающих в этой всей истории вопросы первый вопрос ну давайте будем использовать это слово мятежники ну потому что иначе вообще сложно что-либо ну тогда погромщики а если погромщики тогда не было угрозы госпереворота понимаете вот у даже от термина ну погромщики до так сказать на на волне социальных протестов разгромили магазины нападали там на полицию ювелирку ограбили прочее 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 взяли пример с американских товарищей год назад хотя кстати там тоже была борьбы за власть но понятно что все энергия ушла погрома если мы считаем их мятежниками вы знаете что ни одной попытки создать хотя бы имитацию органа власти ну как-то а киевский центр но мы же в шутке этого облязова с них не смеемся ну послушайте облязов абсолютно не серьезная фигура более того он даже не в каждой стране европы может находиться против него уголовные дела не только в казахстане это россии я вам скажу страшную вещь и в украине да и более того я вам сейчас скажу самую страшную вещь никому не говорите интересы облязова в украине представляет адвокат фейгин это вообще так что понятно что если он приедет в свой центр при таком адвокате конечно ему грозит пожизненно если конечно фейгин не сумеет довести дело до расстрела но так что это вот отдельная история ну собственно говоря это и его личные взаимоотношения здесь же банк тура малем тоже же работал активно они в какой-то момент владели арантой я не знаю последних раскладов по аранте по страховой но более того целая колония я в хорошем смысле абсолютно жила вот работников банк тура малем и аффилированных структур на борщаговской на петропавловской борщаговки пардон где и были зарегистрированы владельцы номеров указанных для координации вот якобы штаба облязова да но большинство кстати я вот сразу чтоб там не возникало большинство вот этих ну сотрудников работников бизнесменов они как раз верность сохранили елбасы так что мало кто пошел в эти все авантюры облязовские большинство из тех кто там проживала но кто-то там из них уже лицом пострадал но это они рассказывают что лицом пострадали но понятно что в ситуации когда не может быть ситуация в стране такой что спецслужбы украины не понимают чем занимаются вот эти ребята и вдруг оказывается они какой-то центр сопротивления когда корчинский создает там фронт освобождения казахстана украинским спецслужбам понятно кто чем и зачем занимается и вопросов не возникает на самом мы понимаем а чем когда какие-то казахи появляются ну непонятно им надо объяснить что не надо заниматься подрывной деятельностью тем более все таки у нас с казахстаном достаточно серьезные экономические отношения чтобы то не было бы достаточно большие закупки аграрной продукции делает казахстан ну и в целом так сказать нас достаточно большой товарооборот с казахстаном чтобы так на ровном месте портить отношения тем более казахи зачастую инвесторами готовы ну кстати вот можно можно сказать пару слов скажем так неожиданно в качестве ну не комплимента что ли просто трезвые оценки работы украинской власти в данном направлении и украинского мида если мы видели ситуацию в беларуси в 2 в двадцатом двадцать первом году когда украина не то что там поддерживала тех же самых мятежников но и выступала во многом зачинщикам многих санкций самолетные санкции так называемые в частности и тем самым вредила своим отношениям с беларусью то здесь мы видим противоположную картину то есть мид предпочел отмолчаться единственное заявление по поводу событий в казахстане там было подчеркнуто сдержанным на сайте мида и вот этих облязов ских значит людей тоже тоже сбу ну вроде как-то прессовала то есть здесь на мой взгляд было более менее адекватная реакция украинского руководства на которую сложно было рассчитывать в общем то я думаю что это не адекватная реакция это следствие того что охотнее всего мы в первую очередь ссоримся с ближайшими соседями казахстан все-таки чуть-чуть подальше вот с молдовой там или с беларусь с остальными это пожалуйста это сразу поскольку тут у нас силы быстрого реагирования в лице кулебы да да ну я все-таки считаю что важный был момент молчание запада в целом молчание и очень сдержанная реакция то сказать и мы понимаем что даже такая ястребиный клёк от блинкина это он в целом поддержал же власть но там так сказать потребовал объясниться почему а дкб пригласили но мы понимаем что это в контексте в тот момент будущих но уже прошедших но тот момент будущих переговора в женеве то есть это определенный фон блинкин создавал ну в рамках так сказать своего как модно говорить нарратива нынешнего поэтому собственно говоря запад очень вяло прореагировал арабский мир вяло я кстати ну отошлю ну извините за такую маленькую рекламу я уже записал программу на своем канале с ильей кусой по реакции арабского мира турции на эти события и в общем то кроме турецкой резкой реакции достаточно резкой реакции арабский мир вот смысле чтоб какую-то мусульманскую там проявить нет очень сдержанно и скорее сочувствием к властям потому что социальные проблемы по всему востоку есть даже в странах залива кое-где как так кто такое где у нас порой и кстати еще и потому что уже эти говорит что шейхи зажрали да да кстати я думаю страны залива прекрасно понимают эту проблематику еще и потому что происходящее в казахстане очень многим напоминала события арабской весны но тоже раскоординированность там и так далее ну и мы догадываемся что таскать в в турции еще отдельный момент вызвало ну такую изжогу присутствие армянских миротворцев хотя и символическое что чего это формально это откровенно они пишут ну не все естественно это но я так понимаю что это важный момент что роль как бы армении выросла и формально пашинян ну скажем последнюю под писал понятно не он принимал решение и даже не его я думаю даже не сильно его спрашивали ну-ка я понимаю консультировались как это токаев попросил пашинян в виде войска ну вот тут другая еще история когда такая говорит что 13 числа они начнут эти войска выводить мне это напоминает ситуацию с собачьего сердца когда это говорит не бойтесь собака не кусается собака подумала я не кусаюсь вот эти одкбешные войска знают что они 30 13 уже начнут выезжать я думаю там как раз все согласовано да безусловно все согласовано но я вам хочу сказать что конечно важный момент безусловно вот это выступление такая его но в нем как бы вот вы знаете вот если уже право проводить параллели то это было речь хрущева light на двадцатом съезде партии но если уж какие-то исторические параллели фактически в понятной и прозрачной форме осуждалась экономическая политика назарбаева которая привела к созданию класса богатых компаний богатых людей но социальный уровень был полностью провален и под подведение под черты как минимум формально как минимум формально черты поэтому как бы естественно что для такая важна вот эта речь объявление о преобразованиях там как это делиться надо ну серьезно это тоже прозвучало там фонд будет создаваться и прочее прочее социальный куда так сказать должны будут скидываться все вот эти олигархические группы ну и всякие он реформы кстати надо к ним гитманцева туда десант высадить он там быстро порядок да вы понимаете что невозможно в азиатской стране провести им так сказать вести либеральную экономическую политику да и собственно грей и просто политику либеральную нельзя вести но это уже отдельный вопрос и собственно говоря все таки видно что вы нейтрально относитесь казахом потому что если бы вы плохо относились казахом мы бы сказали что надо к ним прислать илари онова как раз сегодня сильно выступил ну илари он ухожу долго тужился и выступил ротом хорошо ладно ну не будем них новых танник ночи будь помянута значит возвращаясь еще к казахской теме фактически не удовольствие реальная высказала только турция но скорее всего они просто прям еще и проморгали эти события есть такое ощущение в первые дни не было особых комментариев а потом вот они достаточно резко но правда вы знаете что на уровне политического советника эрдогана из хан шанер из хан шанер он назвал это оккупацией он до сделал такое заявление ну понятно и 5 армяне но что же вы хотите как рил старый армянин дети берегите евреев да 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 потому что потом возьмутся за нас значит но хорошо таскать наверное подводя какие-то итоги транзит власти как там завершился не по сценарию транзитеров в общем-то большие полномочия сейчас свалились на такая ванну с как свалились он их это рывком рывком взял на себя это все и в общем то у него действительно есть карт-бланш сейчас какой запас прочности но этот те кто глубже знают ситуацию казахстане но конечно лишний раз говорит о том то что происходит в европе в казахстане произошло это в ну как в как-то как в капле отразилось вот это море с ситуация с газом ну только там сжиженным ну при при монополизме или олигополии биржа не то что не работает она устана на то сказать как это цены задирает ну что что тут непонятного но биржа работает когда большое количество небольших игроков тогда даже есть термин про справедливую биржевую цену хотя очень иронично к нему отношусь но игроков поставщиков непосредственно они перекупщиков естественно потому что может быть много поставщиков но монопсония или олигопсония мало покупателей есть вы правильно ну правильно но 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 любая монополизация биржа с ней не справляется более того либерасты даже термин придумали есть понятие фиаско рынка ситуации фиаско рынка где она не работает вот этот рынок битых автомобилей классический пример за него нобелевку получили ну как за пример фиаско рынка а вот теперь на убедились ну честно говоря конечно еще продолжается биржевой эксперимент в украине когда газ украинской добыте рассчитывается по хабу ттф плюс куда поставляется газ российский голландский все еще поставляется но сейчас прекратится в ближайшее время и норвежский украинского там нет нет и и и рядом не было так сказать вот по тем трем поставкам фактически олигополический рынок три поставщика с доминированием определенным газпромом в ситуации но мы рассчитываем вот по той даль далекой бирже это светлов наивно спрашивал откуда у парня испанская грусть откуда у наших парней голландская грусть у наших газовщиков у коболевых и витринок дело в том что там этого грустного парня отряд потерял и не заметил его потери а наши наши с этой грустью здесь живут и очень неплохо да хотя бы и мы не заметили бы потери хотелось бы уж точно не расстроились хотелось бы но знаете как у генипуха были неправильные пчелы которые не знали что это все таки не 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 тучка так у такого попались неправильные казахи потому что они очевидно не читают украинских классиков которые говорят что экономические причины не могут быть стимулом к бунту конечно конечно не мог только рука москва и последнее я хочу сказать что вот вялая реакция запада и устойчивость как ни странно вот в этом то что мы говорили про сказать компрадорский олигархат сложившийся в казахстане он вот в данной ситуации сыграл в какой-то степени стабилизирующую роль я просто один пример приведу шеврон владеет тенгизским месторождением там я не знаю одно из крупнейших или крупнейшая даже ну и казалось бы если смотреть на карту как многие наши эксперты по казахстану ранее занимавшиеся на и к видам да что ну казалось бы ну огромное влияние должно быть но нефть без трубопроводов стоит примерно столько же сколько трубопровод без нефти где-то может быть может даже трубопровод дороже так вот а трубопровод по которому она транспортируется под новороссийск не в сам новороссийский форпорт а там есть специализированный под новороссийский ну в области как по нашим не знаю как называется к т.к. каспийский транс транс ну короче вот это к т.к. и в этом к т.к. по-моему у этого у шеврона нету и четверти там главные акционеры российская транс нефть причем един в трех лицах представляя правительство представляя к т.к. оператора и представляя свою же офшорку ну как же про своих кобалевых и витренок то российских то тоже ж надо помнить и суммарно это 38 с половиной процентов и 19 у казахстана контрольный пакет у россии с казахстаном но понятно что в любой критической геополитической ситуации это будет суммирующий пакет и понятно тот же шеврон его лоббиста этом одна из мощнейших по расходам компании по лоббированию в конгрессе в сенате ну понятно что они играют на стабилизацию тот же шеврон не надо им смены власти а то еще и там итоги приватизации договора пересмотрят не надо то есть если бы в украине поэтому примеру опять-таки параллели был свое время создан газотранспортный консорциум то очевидно и у нас была бы стабильность но вы знаете что мы на особом то положении так сказать нас особый счет поэтому я не знаю например янукович был уверен что ему стабильность определенную гарантируют вот эти договора по разработке сланцевого газа слава богу кстати что это не не произошло ну в смысле что не началась не осуществилась эта разработка но там 10 миллиардов было как бы ну вот в бизнес-плане инвестиции но ну вы знаете что я честно говоря не любитель проводить какие-то сильные параллели с украиной все таки на наш частная страна несчастна по-своему дано наши дауэ это наша дауэ наши дауны это наши дауны как сказал бы лао дзы конфуцию поэтому я желаю казахам преодолеть эту смуту я им желаю построить ту демократию которая не противоречит ценностям казахского общества и так сказать продолжать иметь власть которая будет это это неизбежно независимо как это запад восток или север и юг ну а мы переходим к другим темам и вот сегодня 11 января и буквально вчера 10 января состоялись российско-американские переговоры в женеве которых так долго ждали переговоры по гарантиям безопасности но я вот честно скажу что сразу же там по их началу я написал публикацию о том что не договорятся ну и в итоге вечером заявили обе стороны о том что фактически они остались при своих каждый при своих да конечно можно говорить о том что была какая-то там конспирология за закрытыми дверями возможно до чего-то они договорились но еще не хотят афишировать но мне честно говоря это представляется натянутым а вы как думаете дмитрий ну смотрите мы помним принцип как они были гашисты до назывались шестьдесят восьмом году вот этим выступавшие во франции студенты но в принципе лозунг бунтарей будьте реалистами требуйте невозможно на самом деле обе стороны я это говорил ну да до переговоров дело в том что требование прекратить расширение нато документально зафиксировать это во всяком случае данной политической реальности это невозможно но тем не менее это некая переговорная позиция и как мы видим как мы видим есть некая ну со стороны американцев происходит операция прикрытия всего этого вот почему от откуда может появляться конспирология потому что американцы которые ну четко дали понять что они да там готовы обсуждать перечень сказать российских этих пунктов не для них что-то неприемлемо что там что-то можно есть принципиальные позиции не обсуждаемые ну и так далее и тому подобное ну то есть вот есть некая позиция а на самом деле судя по тому что было вот арт подготовка блинкина то что потом заявление делались по ходу вроде бы как главная тема была чуть ли не украина ну то есть деэскалация вокруг украины на самом деле но у американцев внешняя и внутренняя повестка достаточно тесно связаны и байдена там обвиняют в мягкости к путину к предательству интересов украины но после афганистана уже вообще только ленивый в чем-то так сказать джозефа не обвиняет и понятная ситуация плюс должно быть голосование по санкциям против северного потока 2 хотя этот видимо все таки там нет сторонников закона большинства вроде демократы практически все против все-таки решили поддержать байдена и вот очень стыдно я их путаю отца и сына просто один в конгрессе 2 в сенате полы рон да рон по моему нет рэнд рэнд сенатор от республиканцев да вот рэнд сказал что он против этого закона из республиканцев то есть поэтому вряд ли он грузным вперед 51 голос там хотя даже при этом возможно вето но понятно не сильно байден хочет этого ну и более того видите соединенные штаты сразу объявили от о том что они оказываются ранее еще выделили на 200 миллионов различных вооружений они там скоро поступят то есть вашингтон должен демонстрировать свою непокобилим непоколебимость в отношении так сказать украины поддержку и в общем-то отказ там от всяких рассматривания тех ультиматум с другой стороны стороны почему это были не переговоры а некая дискуссия согласование позиции согласование позиции ну я так понимаю что все таки остались довольны но если так можно сказать тем что позиции достаточно четко проговорен в этом всем ну в прямом переговорном процессе давайте вот еще один важный ничего решится в реальном переговорном не может решиться что-то может только на закрытых переговорах экспертов и конфидентов людей которые сказать личную позицию президента внули власти доносит потому что за любыми американо-российскими переговорами с фоном стоит китай и отношения в треугольнике сша китай россия при этом россия не собирается отказываться от тех наработок которые есть но и сближаться тоже есть как бы пределы в общем там сближение с китаем ну например я уже несколько лет привожу пример что россия фактически игнорирует предложение китая о совместном использовании он инвестировании а северного морского пути к китайцы уже даже прекрасный термин придумали северный шелковый путь хотя шелк в общем то через баренцево моря как сказал бы поручик ржевский бр на холодную так сказать как-то теплым шелком на холодную воду бр ну такая история у соединенных штатов тоже домокловым мечом висит вторжение китая но не вторжение мы понимаем что как бы присоединение возвращение тайваня в родную гавань да как китай ну примерно китайское выражение ну собственно говоря весь мир кроме литвы и сомали признают так сказать тайвань частью территории китая но с различными там оговорками про мирные процессы все но только абсолютно независимый с сомали лэнд и только абсолютно отбитая литва рискнули ну 0 2 отбита сама ли наверно просто не знают про китай нет вы знаете что они как раз знают про китай китайцы несколько раз устроили показательную резню пиратов пиратов сама в этом и в общем-то сомалистые пираты быстро выучили как выглядит китайский флаг были пресечены как это найдены разысканы и совершен акт глубокого правосудия по китай так что вот поэтому они скорее так сказать в отместку но это никого я же говорю не волнует при этом очень интересно вы знаете что я последних цифр не видел но их на самом деле нет где-то в феврале только подобьют годовую торговлю как обычно в начале февраля примерно уже цифры понятно так вот все шло к тому что она уже перевалила за 30 что где-то на треть за год причем в это в условиях условно мировой пандемии товарооборот вырос между кит материковым китаем и тайванем за предыдущий год серьезная цифра серьезные цифра не так больше там это где-то товарооборот порядка 200 миллиардов процентом отношении торговли общей китая это какой нет но это небольшие цифры для китая а для тайваня для тайваня это серьезные цифры но доминирующий по моему доминирующий или второй партнер что они таким путем ничего и захватывать не надо будет они просто плавно сольются да и все дела вы знаете что а если вы везут американцы эти заводы по микрочипам по микрочипам так что в за этими поэтому разговор был по украине вполне возможно что вокруг украины некая в ближайшее время наступит небольшая разрядка ситуации так сказать включая может быть и обмен пленными и задержанными лицами так сказать обмен так сказать кпп там новые откроются или там все семь заработать помочь от 7 же кпп все все заработают синхронно ну но протоколы по моему новые как я понимаю подписали о вот этом режиме прекращение огня и реагирование на возможную так сказать одиночные обстрелы по моему по новой это все-таки переписали соглашение 20 июля 20 года правильно или 22 июля да это буквально несколько недель назад произошло вот до нового года перед самым да да но здесь есть некая как бы асинхронность вот постоянный представитель ша вон линда сказала о том что концентрация войск россии все-таки скорее всего приведет к оккупации украины а в это же время вдруг нашедшийся наш президент потому что последние дни его как-то утеряли и не могли даже найти где он сегодня с утра были там ну праздновал человек или послушайте я себя порой тоже с утра не могу найти но так но вы не президент вот а там даже под окнами ходил корреспондент и высваживал зажжется ли свет в окне или не зажжется никто не знал а оказывается вот он выступил сегодня наш президент и сказал что пора уже саммит проводить и надо заканчивать вот эту историю с донбассом то есть вот какая-то разбалансированность позиции вроде тут в американцы это нишном сконцентрировали сейчас пойдут а этот горит надо заканчивать вот как-то вот здесь непонятно ну упомянутая вами линда томас гринфилд а правильно называю она все-таки это госдеп и мы видели я кстати несколько раз но обращал внимание есть разница позиции у белого дома и госдепа причем по моему там все-таки отдельно блинкин потому что шерман ну вроде как несколько более мягкая позиция но бог с ним есть госдеп вот есть белый дом и вы знаете что и у нас очень интересно тоже по политиков вот кто ориентируется ну кто получает от кого методички но вы знаете что данилов я вот боюсь соврать четыре или пять раз только делал четкие заявления о том что нет никакой угрозы а про невнятные его ну-ка там тоже себя не может иногда найти причем же подозрить его в том что это его позиция нельзя какая его откуда у него может быть позиция позицию у него есть на африканская гайду к у него есть поза и вот так сказать ему приходит послание какая должна быть мы помним военная разведка алармические в какой-то момент а сами военные ну штаб ооссы и штаб вооруженных сил горели да нет никакой угрозы более того американцы сейчас ну их дипломатия повторяет про эту сто сто пятнадцати тысячную группировку хотя послушайте не только не только западные эксперт но наши уже все при власти люди сказали ну послушайте может понимаешь этого недостаточно для какой-то операции тем более тем более же важнейший вопрос сколько прибыло что значит развернуто по подсчетам вот вот тут извините за длинное название бельгийского офиса немецкого института маршала в скобках сша ну порядка немецкого подразделения они оценивают в семьдесят восемьдесят а даже там до восьмидесяти четырех тысяч постоянную группировку то есть ну те войска которые вдоль границ размещены в рамках южного и западного военных округов российских и прибыла они оценивают в 10-15 тысяч дополнительно вот вот а каких может идти речь 12 процентов а тем более ну что вы не считаете у нас вы что не читаете максима кухара ведущего украинского военного эксперта да украина единственная страна в мире которая может 2 2 с половиной миллиона сразу выставить какая угроза больше они даже не могут посчитать сколько женщин они могут выставить он хату покинул пошел воевать чтоб шахты донбасса привату отдать всегда есть за что но хотя с другой стороны тоже было он хату покинул пошел воевать чтобы донбасс ротенбергом отдать с другой стороны тоже не это как это не отставали в интерпретациях комбинатор бы донбасс в роттердаме считать но вот да но с точки зрения тех кто считает донбасс в роттердаме как говорил в последние дни адольф алоизович я не считаю потери избыточными ну вот кстати насчет избытков и недостатков интересное заявление на этой неделе сделал советник офиса президента не помню как его по имени у стенка фамилия андрей по моему стенка но ну я с ним хорошо олег устанк олег устанк вот и он заявил о том что значит могут быть введены в украине по образцу соединенных штатов продуктовые талоны которые будут выдаваться через приложение дия но здесь это заявление наделало много шума потому что стали спрашивать а как же вот малоимущие у которых нет денег там допустим на хлеб макароны и крупы будут покупать себе смартфон чтобы получать этот талоны в электронном виде но это странно вот кроме того наши коллеги говорят о том что данный прием может быть использован для подкупа избирателей перед выборами и опять же голосование электронное готовится через ту же самую дию также может быть использовано это для того чтобы подсадить население на это приложение ну и в последующем также заставить голосовать в электронном формате вот как вы считаете зачем такие заявления делаются в чем их основная причина ну с одной стороны я вам хочу сказать что ну немного там зная у стенка ну он это говорит ну искренне он видимо реально так считать что надо ввести в целом я вам хочу сказать что при разумном введении продуктовых карточек она может иметь определенный экономический эффект в первую очередь это связано с может быть с поддержкой отеть то что пресловутая поддержка отечественного товаропроизводителя свои 1 секта потому что если дать и но фактически датирование происходит в другой субсидирование как хотите так сказать стимулирование а покупок ну естественно должны быть украины произведены в украине товар украинские товары должны подпадать под эту категорию того что можно купить на карточки продуктовые действительно в америке порядка они оценивают там до ну я знаю что были цифры 70 80 миллионов этих карточек и примерно 40 45 миллионов их держателей потому что есть те кто в двух трех программах участвует ну например там в семье может быть ребенок бесплатный завтрак получать родители там что-то там и что-то еще до трех программ может быть поэтому примерно в два раза примерно в два раза больше вот этих карточных программ ну и относительно людей кстати как вы видите достаточно высокий процент 40 45 миллионов в америке это где-то порядка ну двенадцати тринадцати процентов населения ну да нам не 300 с лишним миллионов населения ну я грубо 330 также я понимаю что там я могу ошибаться но грубо 330 ну 40 45 это так заметно заметно 13 может 14 процентов но понимаете вот ну с одной стороны может быть стимулирующие определенные но неизбежно появление черного рынка обнала карточек это первое второе злоупотребление ну хорошо ладно как учили нас древние римляне злоупотребление не исключает употребление но смысле если что-то коррупционно это значит надо бороться с коррупцией а не с самим механизмом что ну какой какой из какой это даст эффект какой это даст эффект люди будут приходить с карточками отовариваться потом государство будет этим компенсировать ну сразу может компенсировать очевидно что мы мы догадываемся что главными бенефициарами станут веревские косяки да бахматюки извините если кого забыл из аграрных баронов которые сейчас так сказать пара тоже вы как без консистенции на рашен я думаю диск будут будут дискриминировать но то такое дело понимаете меня не приводит в ужас карточная система и не надо там обязательно в это соединенными штатами сравнивать а можно и советским союзом кстати в советском союзе карточки раньше после войны раньше отменили чем в британии но кто же об этом вспомнит то теперь а в штатах в общем то и нет ли так так и не отменили то советский союз вообще-то начался с карточек и карточками же и закончился в последние годы восьмидесятые в начале девяностых были карточки на сахар там еще на что-то на мыло даже были карточки ну так сказать там условиях дефицита на сахар наверное еще была связана с компанией антиалкогольной потому что самогона варенье процветала как-то но поскольку у меня меня не приводит меня не приводит в ужас карточки просто что я не верю что сумеют без злоупотреблений без воровства без черных схем их так сказать про украину говорим конечно не смогут вот например сегодня озвучили такую новую инициативу что будет финансироваться программа по мониторингу сми причем узконаправленную но широкого спектра будут мониторить все упоминания действующей власти президента в какой коннотации это было сказано то есть это вне зависимости от нацрада это какая-то новая фигня которая будет финансироваться из бюджета то есть если вам нужно провести какую-то аналитику то ваш институт это изучает это вы делаете за свои деньги а потом уже куда-то передаете а здесь получается зеленскому и его компании для того чтобы это все изучить ему нужно взять деньги из бюджета создать параллельную ли там третью третью линию знаете как в санаториях третья линия от моря вот третью линию контроля сми и дальше вот куда пойдут эти выводы главному ветеринару страны туда в снду но скорее всего послушайте ну мы же не можем предугадать не коварства не темно просто власти поэтому ну единственное что я могу сказать у меня есть опыт на как-то сбросили мониторинг за пару дней которые офис президента делает там кстати преобладают негативные оценки там по людям знаете для меня было это забавно нашел я свой там пост в фейсбуке я вам стал дать его сразу скажу на пост был жестко негативные по отношению к власти и зеленским но написан вежливыми словами ну то есть ногу без моей этой обычной заниженной лексики просто вот без ругательств без ничего ну вот там разбор ситуации в нескольких абзацах и там негативный в пост был отнесен в категорию нейтральные о на меня это произвело впечатление уровень так сказать ну аналитики ли вы ну что мани что мониторить я вам хочу сказать что скорее всего они украдут деньги на искусственный интеллект ну который действительно что-то может отмониторить и понять контекст коннотации так сказать что там это а будут по старому таскать своим собственным выносным искусственным интеллектом ну уж точно не естественным интеллектом это просматривать и делать выводы поручить каким-нибудь клеркам навалят на них еще работы да послушайте это намного лучше чем цензура это просто воровство будет не надо бояться не надо бояться воровство это возьму рубцы это же это не цензура кла это не цензура действительно я считаю что на этой ноте мы будем уже завершать дмитрий мы благодарим вас за эту передачу спасибо вот но наших зрителей я приглашаю призываю подписываться на ресурсы первого казацкого также на ресурсы института глобальной цивилизации на мой телеграм-канал политолог богатырев на канал дмитрия джангирова капитал и до новых встреч на первом казацком спасибо всех